Здрасте, я Рэймон Биши, поэтому и сын Гарольд. Поздоровайся. Извините. А в чём дело? Ваш сын бьёт всем бесплатные татуировки, и мой сын пал его жертвой. Вот где он! А ну-ка иди сюда! Он сказал, что ему 18! Да ему больше четырёх не даждал, боёбина! Извини. Он сам разрешил. Он врёт. Гарольд, ты чё? Конечно! Что он может разрешить в 9 лет? Папа, не позорь меня. Пойдём. Никуда мы не пойдём. Он совсем пацан. Ты что, ебанутый? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Красивное товарищество». Выпуск номер 81. С вами, как обычно, его ведущие Дамир и Лёша. Да, всем привет! Я Дамир, а сегодня у нас в гостях тату-мастер Кирилл. Привет, Кирилл! Всем привет! Как дела? Как добрался? Всё супер, быстро добрался. Конечно, пробочки забрали сил, но сейчас на позитивной ноте начнём рассказывать про татуировки, начнём рассказывать про искусство. И про всё такое, да. Не все любят татуировки, но я надеюсь, что вы любите наш подкаст и любите темы, которые мы обсуждаем. И сегодня так сложилось, что мы как раз будем говорить про татуировки. Классический вопрос. Слушал ли ты вообще подкасты и слушал ли, в частности, наш подкаст? Да, конечно, слушал. Все выпуски, я надеюсь. Не, не все. Я ещё не был с вами знаком, что слушайте выпуски. Можешь ли ты считать себя слушателем подкастов или это скорее что-то такое? Слушай, это, наверное, происходит всё-таки реже как-то. И всегда люблю смотреть подкасты с видео, поэтому больше как-то в интервью-формате мне нравится смотреть подкасты. Но... Да, мир, нам есть к чему стремиться. Это прям красной нитью идёт. Кирилл-то не первый, кто говорил, что стоит выходить с видео. Вот, возможно, в какой-то момент это произойдёт. Также классический вопрос для гостя. Какие у тебя ожидания вообще? Чё думаешь? Как тебе наша атмосферка? Атмосферка уютная, домашняя. Ожидание, что я всё-таки расслаблюсь и начну нормально рассказывать что-нибудь интересное. Но в целом, с чего начнём, наверное, всех интересует, с чего я начал. Да, к этому мы сейчас перейдём в первой теме. Сейчас будет у нас отбивочка, она начнётся прямо сейчас после того, как я скажу «поехали». Мы начинаем ехать, и, соответственно, первый вопрос. Как ты вообще пришёл к татуировкам? Кое время назад ты начал этим заниматься? Связан ли ты как-нибудь с художествами или чем-нибудь таким? Или нет? Как вообще ты к этому пришёл? Слушай, ну вообще, я с детства, с четырёх лет рисую, поэтому художка, 11 лет художки, академический рисунок, которые забрали у меня все силы на рисование. То есть отбило напрочь у меня вообще всю эту сферу искусства, потому что, когда твои сверстники как-то, не знаю, проводят время иначе по вечерам, то ты обязан ходить на ВИЗО-студию и рисовать три часа какие-то натюрморты людей. Ну то есть типа с детства тебе это не очень нравилось? Не, мне нравилось, но, знаешь, в переходном возрасте, когда все начинают тусоваться, то ты рисуешь натюрморт. Ты рисуешь натюрморт, да, поэтому как-то в одиннадцатом классе, в десятом уже начал и прогуливать бывает местами, но всё равно как-то старался ходить. И, наверное, всё-таки сейчас уже, спустя столько лет, понимаю, что не зря я продолжал ходить, потому что это мне сейчас в работе очень сильно помогает. Ага. И, соответственно, в какой момент ты решил, что будешь пробовать себя в тату? Это было какое-то осознанное решение? И давайте так, ребят, у кого сколько татуировок? У меня ноль, Дамир? Две. А у тебя, Кирилл? У меня, ой, у меня спина, это одна большая, а на ногах у меня всё забито до колен. Ну, то есть это, типа, общие такие композиции, вот, это ты считаешь за одну татуировку или это как? Ну, спина, одна татуировка на ногах получается по, на каждой ноге по 5-6. Ага. Ну, они такие крупные, то есть по 4 часа каждую делали. Ага. Вот, поэтому достаточно забиты, хотя себя таким не считаю забитым, и вот так вот, если я ухожу в футболке, то даже никто не поймёт, что у меня есть татуировки. Если я, конечно, не в шортах. На двух стульях, короче, решил усидеть. Не, ну, в планах, конечно, руки забить и всё остальное, ну, кроме лица, наверное, и кистей. А если я уже, если я буду таким, не знаю, матёрым татуером и ещё чем-нибудь буду заниматься, что мне будет приносить доход, и мне не нужно будет работать на Васю, то я, возможно, бы заколотил себе шею. Угу. И когда я облусею, то я заколочу себе череп. Слушай, а ты знаешь, что ты можешь, вот, как я, просто забриваться на лосы и, в принципе, уже это сделать, а если тебе это нравится, просто отрастить волосы назад? Ну, слушай, я брил на лосы волосы, ой, ну, сбривал волосы, короче, с 10 класса, тогда было это всё очень модно, все эти фанаты, вот такой вот культ небольшой, да, там этот casual style, вот, поэтому я уже находился с короткими волосами, сейчас я их люблю отращивать, и... Я тебя понял. Так вот, в какой момент тебе не нравилось, хотелось больше тусоваться, но при этом всё равно ходил в художку, и в какой момент тебе начали нравиться татуировки, или они тебе прям с детства нравились, и ты хотела этим заниматься? Вот вообще я даже не думал о татуировках, а момент этот наступил на третьем курсе института, когда я понял, что три года юридического отняли у меня ещё больше сил, и я понял, что нет, нужно что-то творческое находить, потому что хочется получать удовольствие от своей работы, и очень много идей, всегда что-то, какие-то фантазии, зарисовки. А ты параллельно ещё рисовал что-то, всякие там, скетчи, эскизовки, вообще ничего не делал, вообще не рисовал, ну да-да-да, получается, я попробовал разные профессии, и юридические в том числе, первый год, когда я начал заниматься татуировкой, ну это сейчас чуть забегаю, я совмещал работы, вот, но понял, что на двух судях не усидеться, и всё-таки понял, что татуировка – это вот моя жизнь, то, чем мне нравится заниматься, и когда я этим занимаюсь, для меня не существует времени. Блин, ну это классно, что ты это нашёл, ты к этому пришёл, у тебя получается, получилось сделать это своим основным родом деятельности. Как ты обучался татуировкам? Ну, то есть, это какие-то курсы, или ты просто купил себе там свиную кожу, или на какой там бьют, как это всё происходило? Ну, знаешь, ещё сейчас, пока мы далеко не уехали от моего начала, в 11 классе у меня отец сказал, слушай, сынок, может быть, ты татуировки будешь делать? И я ему тогда сказал, пап, ну да ну тебя, какие татуировки? И вот он как видел, хотя сейчас периодически говорит мне о том, что, ну это не особо такая работа, может быть, пойти на работу, а этим заниматься в выходные, и я такой, нет, я уже так пробовал. Слушай, ну прикольно, у меня был один из вопросов как раз про то, как родители к этому относились, относится, прикольно, что тебя прям к этому сподвигали. Ну, получается, он меня сподвигнул, потом что-то как-то... Хотя вот недавно делал ему сам татуировку в 50 лет, первую татуху он сделал. Блин, а что это было, если не секрет? Слушай, у него диабет, и он хотел татуху, которая будет говорить, что у него диабет в первой степени, и его резус-фактор, но мы как-то это очень интересно оформили, надо, конечно, показывать, но мы не покажем. Ну, в общем, сделал ему первую татуху, и во время сеанса он угорал с того, что, ну, знаешь, так бывает, негативно относятся к этому всему, хотя всю жизнь хотел татухи, и вот тут ему в 50 лет его же собственный сын бьет татуху. Блин, ну вообще достаточно практично. А слушайте, многие там всякий байкер, например, я знаю, они бьют свою группу крови. Военные, да, конечно. И многие, у кого работа связаны с чем-то опасным, вот такие штуки. Ну, либо, например, на ногах написать «Привет сотрудникам Морга». О, ну что? Так вот, получается, как я вообще вот сподвигла меня, почему вот после такого перерыва я вот понял, что да, мне на третьем курсе резко захотелось чем-то заниматься, и мне очень нравится милитари тема. Я думал заниматься страйкболом, но подумал, что не, ну, страйкбол это как-то больше все-таки развлечения некое. И вот хобби, ну, можно татуировку тоже развлечениям, относить к развлечениям. Ну, в общем-то, повезло, что оказался друг, который меня связал с другим другом, который бьет татухи. Я ему набрал, и он был не против меня научить. Ну, то есть это просто ты пришел к человеку, который тебе сказал, там, какие краски выбирать, как это все делать. Стас, грязь, тату, привет. Спасибо тебе. Слушай, а мы тебя, кстати, не представили с точки зрения, у тебя есть какой-нибудь никнейм, псевдоним, как тебя найти? Нужно было вначале об этом сказать, скажем сейчас. Да, кстати, ну, конечно, у меня есть псевдоним, сейчас он называется, мой профиль называется KillXMachine. KillXMachine. Давайте сделаем вид, что мы это озвучим. Ну, в любом случае, мы оставим ссылку в описании, так что вы сможете найти Инстаграм Кирилла и записаться, может быть, к нему на сеансе, если вы как раз искали мастера, чтобы сделать татуировку. Кстати, Кирилл, расскажи, как вообще выбирать мастера? Ну, ответ, типа, приходите ко мне, я думаю, здесь будет не очень актуален. Я имею в виду, представь себе на месте человека, который хочет сделать татуировку, но не знает, типа, куда пойти. Так, ну, для начала человеку нужно определиться окончательно с татуировкой своей, потому что бывает такое, что люди приходят и говорят, я хочу татуировку, не знаю что, покажите мне эскизы и не знаю куда. Поэтому, естественно, нужно к этим вещам подходить отсознанно, вот, а по поводу выбора мастера, тут все просто. Нужно смотреть его социальные сети, в которые он выкладывает свои фотки, что у него там есть, короче, смотреть его работы, смотреть на качество работ, смотреть ли использует он там фотошоп или еще что-то, это сразу видно. Вот, если у него есть какие-то отзывы, вкладки, то на эти тоже вещи внимания обращать. И вообще, в целом, нужно найти общий язык с татуировкой, потому что здесь происходит во время, ну, во время вообще знакомства с клиентом, но происходит некое такое слияние. Если люди не подходят как-то мыслями, то есть не понимают друг друга, есть какое-то недопонимание с тем, что он хочет изобразить, то, знаешь, в итоге получится какая-то не очень хорошая работа, посредственная. Поэтому с татуировщиком нужно ладить и вот найти вот общий контакт, и тогда будет прям супер-мега-крутой проект. Слушай, да, мне кажется, что это, в принципе, такая достаточно сложная штука, потому что это не просто, не знаю, портрет нарисовать, а ты приходишь на свое тело, наносишь какую-то штуку. Понятно, что татуировка сводится, об этом мы, я думаю, отдельно еще в другой теме поговорим, но это же должно быть прям действительно единение, вот, чтобы получилось классно, круто. Ну, то есть, насколько я понимаю, нужно выбирать мастеру типа по стилю. И у меня тогда еще один вопрос, насколько часто люди обращаются с какими-то готовыми картинками, потому что я слышал, например, что для тату-мастеров неприкольно, когда к ним приходят со своими картинками, типа вот я хочу так и прямо так. Им приятнее самим рисовать, и вот следующий вопрос соответственный. Конечно, не совсем так, потому что, например, у человека есть какой-то замысел, и он его, ну, не может объяснить, поэтому ему нужен референс, ну, типа, в месяцах, да, пример, то есть тату-мастер, ну, хорошего, то есть тату-мастер, который рисует, который умеет создавать, он обязательно из примера этого человека создать что-то некое свое, уникальное для этого человека, и это очень круто. Но в большинстве своем, если так разделять татуиров тоже, то я их так называю сейчас татуировщики, в общем, если их разделять, то существует, ну, два-три типа, но в целом как бы основные два, то есть это мастера, которые топят за свой стиль, который очень уникальный, которым приходят именно для того, чтобы именно этот человек сделал ему татуировку. И второй, это вот, ну, не то что посредственно мастера, нельзя так сказать, они более универсальные, потому что они хватаются за работу любую, то есть к нему пришел с картиночкой человек, и этот мастер даже, не знаю, пальцем лишний раз не проведет там в эскизе, и ничего не изменит. Ну, то есть, когда он досконально перевелся. Да, и он просто досконально скопирует, и вот как раз-таки к слову обучения, да, важно понимать, если ты хочешь стать тату-мастером, что вот если в тебе нету творчества, то ты вот как раз-таки будешь вот этим вот универсалом, который будет делать там рисунки за другими мастерами, копии, то есть ничего индивидуального он не привнесет. Как бы он так или иначе застрянет на каком-то определенном уровне, этапе в своем развитии, и в умении колотить, в качестве, то есть, ну, хотя нет, наверное, все-таки я сейчас немножко все в одном это, но, да, короче, лучше, если ты хочешь набить татуху, там, в традиционном стиле, то идти к человеку, который убьет в традиционном стиле. И сколько стоит минимализм, там, реализме, да, к реализму, да, и, соответственно, вот так вот выбираешь мастер. Соответственно, у тебя есть какой-то свой стиль, к которому ты пришел, который ты выработал, или ты пробуешь разные стили? Как это у тебя происходит? Мне нравится стиль традиционный японский, гравюра, готика, мне на самом деле много чего нравится, я все-таки отталкиваюсь от Японии, но мне очень нравится как-то ее усложнять и делать ее более детализированной, потому что Япония, он достаточно стиль, упрощенный, если брать ориентал, традиционный прям, вот, и все-таки вот я на этапе создания именно вот своих черт, которые будут меня выделять, потому что, конечно, я начинал с того, что я что-то там перерисовывал за кем-то, да, то есть рисовал такие рисунки не по силам нарисовать их на бумаге, а по силам их сделать на человеке, чтобы это было более-менее нормально, да, там, первые свои работы, конечно. Слушай, а ты помнишь первую свою татуировку? Есть у тебя крутая история про первую татуировку, которую ты набил? На человеке имею в виду. Смотри, я отучился в теории за 9 занятий вот у Стаса, и спустя 3 месяца, это был 18-й год, в декабре я делал первую татуху, и как это было? Я сначала ездил в институт с тату-машинкой, и вместо иглы у меня был карандаш, и я в альбоме, получается, рисовал карандашом, мне делали замечания преподавателя, но я все равно рисовал. Слушай, она жужжит. Не, ну она без подключения была, то есть, знаешь, чтобы я почувствовал вес, вот, и в декабре я своему другу говорю, что вот, ищу модель, и он такой, вонечек, салам, он такой, знаешь, давай рун мне на груди. На что мой мастер сказал, ну, конечно, для первой татухи руны на груди это очень круто, потому что надо, конечно, попроще места выбирать, а это стоя на весу, и это были эти руны на груди, отключиться. А, прям на всю грудь даже не надо? Да, да, то есть это прям, знаешь, первая работа была, там, конечно, все было просто, но, черт верье, был такой мандраж, что я намазал слишком много вазелина, у меня троилась эта игла, я не понимал, куда она бьет, ну, короче, кое-как сделал, в моем первом инстаграме она есть, и, знаешь, после сеанса, ну, вонечек мне заплатил полторы тысячи, потому что любой труд должен оплачиваться, ну, это еще как бы остаться накинуть за его материалы, но суть в чем-то, что я думал, блин, Ваня, вот, мне так стыдно, типа, я первую руну, короче, самую первую, ну, заруинил. Да, получается, что она мне не понравилась, и вот из-за нее я думал, блин, Ванька, вот через пять лет приходи, бесплатно тебе, ну, обновим, сделаем, исправим, но, знаешь, вот мы с ним недавно встретились, и он сказал, а нет, я хочу ее оставить, мне очень нравится, я не вижу там никакого, там, косяка, который ты видишь, вот, и мы сделали новую на локте спустя, там, пять лет, вроде. Ой, ну, не пять лет, сколько это получается? Ну, а сколько-то лет? Сколько-то лет, да, ну, в общем, долго, через большой перерыв. Слушай, а поначалу ты бил действительно на кожу, там, на свиной, и на чем-то таком, как это происходит, тренировочки вот эти вот все. Мастер предоставил мне линолеум. А, линолеум, тоже бью. Да, я на линолеум фигачил, да, потом дома фигачил, то есть, понимаешь, тут, по сути, весь процесс занял вот девять именно уроков с мастером, а дальше я дома тренировался. Просто руку набивал? Да, набивал руку, но по большому счету практика только на человеке может тебе позволить достигнуть какого-то уровня, а все эти рисования на искусственной коже, на свинье, на фруктах, это все такое было в 100, на самом деле. Слушай, а сколько ты времени работал вот с людьми, когда ты уже почувствовал уверенность, что типа все, тебе уже как бы... Не страшно. У меня страха такого вообще не было, но на первых своих работах я чувствовал, на первых трех чувствовал мандраж, и от этого немножечко тряслась рука, причем тряслась рука не которая держит машинку, а другая, которая растягивает кожу. Ну, в моих первых работах там видно, что может быть в каких-то тонких моментах чуть контур дрожит и все такое, ну и все через это проходят. А так у меня, знаешь, вот амбиции были такие, что шестая работа моя была, как у Конора Макгрегора на груди. А вот такая. Такая была, за три сеанса забита, да. И причем был сеанс 7 часов, когда я вообще охренел. По полной программе я сейчас будешь шестинник клачу. Потому что это прям нон-стоп. Ну нон-стоп, да, может перерыв сделали там минут 20 в общей сложности. Слушай, прям куча краски, офигеть. А тебе не просто, насколько я знаю, у меня вот знакомые люди, которые бьют, я не знаю, можно их назвать прям тату-мастерами, вот, татуировщиками, вот. Они, как правило, бьют уже длительное время что-то небольшое. Ну то есть на большие работы это вот как условно ты набил первые руны, и дальше руны, 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 и три года условные руны. Ну то есть это что-то там простое на уровне про таков. Это зависит, наверное, от человека и от того. А у тебя были прям амбиции. Да, ну знаешь, вот якобы вообще, знаешь, вот мне человек сказал, вот я хочу как у Конора Макгрегора, я сказал, ну как у него я не сделаю, потому что у него обезьяну, у тебя будет пантера. Ну это так, грубо говоря. Ну в общем-то, те работы, которые я не мог делать, что-то там в реализме, например, что-то с какими-то плавными тетями, когда я еще не умел, где-то тонкие линии, которые я не смог бы так провести. Я всегда отказывался, я не брал, я никогда не портил кожу. То есть, вот даже если первый свой инстаграм открыть, вот ни один клиент не скажет, что, блин, ну вот он запортачил. То есть, вот, ну по сути, я не начинал никогда протачить. То есть, вот, ну, я какие-то лично для себя считаю работы неудачными. Ну и то, опять-таки, там разные причины бывают. Бывает рука дёрнется, бывает у человека рука дёрнется. Вот. Слушай, а ты упомянул про сложные места. Это есть сложные места с точки зрения татуировщика, есть неприятные места, насколько я понимаю, с точки зрения людей. С точки зрения людей все места неприятны, так или иначе. Нет такого, что ты пришел на тату-сеанс и, не знаю, получил оргазм от такого массажа приятного. Похоже. Зависит от твоих предпочтений. Да, ну, возможно, для... Кто-то, да, Игорь Фаню, это так, но бывает и засыпаю на сеансах, но достаточно редко, когда каким-нибудь икры делаешь, человек лежит, он может, в принципе, заснуть, но вот я даже забила свои две икры, я не сказал бы, что так, возможно. Вот, а для тату-мастера, конечно, есть места неудобные, в основном, это те места, где нужно, где кожа очень у человека плотная, её надо, её тяжело растягивать, но её обязательно надо растягивать, потому что иначе не будет вбиваться... Пагмент. Так вот, ты набил свою шестую невероятную татуировку, и ты хотел... Ты работаешь отдельно, или ты в тату-салоне, или как, или ты свой личный бренд там продвигаешь, где-то в соцсетях, и к тебе просто обращаются? Ну, естественно, я топлю за свой личный бренд, KillX Machine, KillX Tattoo, хочу всё такое, KillRill, короче, ну, с этим много ещё связано, и... В целом, да, конечно, бью в салоне, на дому не делал, хотя есть одна история, но мы её оставим на... придержим чуть попозже, чтобы не сразу слушатели самые интересные, его слышал. Сначала я, получается, работал у мастера, который меня научил, мы с ним работали 60 на 40, потом 50 на 50, потом поменялись 60 на 40. А ты под его над смотром, типа, это всё дело? Первый, первый, да, работы делал под его просмотром, под его надзором. Чутким руководством, вот так вот, да, чутко смотрел, хотя последние разы уже так, он подходил в конце сеанса, понял, что справляешься. Ну, да, понял, что нормально уже. Вот, а так потом, да, мы с ним открывали свою студию, вот, ну, оттуда там по своим обстоятельствам я ушёл, и теперь арендую просто рабочее место, когда у меня есть клиент, арендую и делаем татуху. Да, ну, то есть у тебя, по сути, всё-таки а-ля своя студия. Ну, по сути, да, как бы, ну, условно говоря. Ну, знаешь, вот я в этом году понял, что свою студию вроде как и нет смысла иметь, потому что это какие-то расходы, надо искать мастеров, которые там будут татуировать, ну, как бы лишние хлопоты. А вот сейчас уже понимаю, что нет, на самом деле какую-нибудь свою, где там уютно обустроить, и нафиг тебе никто не нужен, блин, сиди там в этой студии, жди своих клиентов, которых там, не знаю, по Яндекс.Рекламе. Да, так вот, ты пришёл от искусства к татуировкам, и закономерный вопрос, татуировки – это искусство? Безусловно, не всегда. Ну, как вот мы уже говорили, что, естественно, кто-то там из интернета что-то наколотил, в этом нет никакого искусства. Но если человек трудился над эскизом, либо же это за фри-хендил, фри-хендить – это когда на человеке прям рисуют фломастерами, да, то, безусловно, это картина. И это, если ещё многосеансная, большая, охренеть какая с фантазией, ну, не за то, что даже с фантазией, а может быть, это какая-то быть абстракция полнейшая, но это, блин, офигенно, шедеврально выглядит. Вот, поэтому не все татуировки можно отнести к этому, но я стараюсь свои всегда относить к этому. Слушай, ну, на самом деле, я же был у тебя с одной татуировкой, у меня была совсем небольшая штука в этот раз, но я на самом деле был очень приятно удивлён тем, как ты трепетно и внимательно относишься к эскизированию вначале. Я просто расскажу небольшую историю, у меня первая татуировка была побольше, там было больше деталей, я её делал у чувака, который делал татуировки для моего знакомого, ну, просто познакомил нас. Вот, и тот тип просто нашёл, распечатал из интернета какие-то картинки, просто нарисовал их фуллмастер у меня на руке и поверх просто нафигачил. Ты говоришь, что обычно так не делают, но тогда мне казалось, что, может быть, все так и делают. Да, но это просто получается, что люди не знают, как правильно, то есть у них нет видения того, как бы это должно было быть у профессионала или у человека, который это вот так спокойненько из интернета скачал и перевел. Ну, хотя тот чувак был достаточно опытный. Но я не говорю, внешне... Нет, понимаешь, то, что опыт немножко не то, смотри, человек может 10 лет делать, но вот так вот делать, понимаешь? У него большой опыт, но он делает так. Ну, это, мне кажется, можно провести аналогию с какими-нибудь фотографами, ну, то есть есть люди, которые идут больше в искусство, выставки, там, ещё что-то, а есть те, кто снимает... Да, свадьбу, условно. То есть, безусловно, человек, который снимает даже свадьбу, он хорошо это делает. Он делает шедевральные видеомонтаж, там, картинки. И то же самое про татуировки. Он сделает хорошую татуировку, качественную, там, не будет поплывов, не будет, там, каких-то шрамов, и хорошо он у него будет заживать. Но с точки зрения вот именно если искусства, то вот у него планка, вот, всё, стоп. Ну, это больше такое прикладное, ремесленное получается. Ну, да, это ремесло, безусловно. Ручной труд. И ты в своих работах занимаешься искусством. Насколько часто к тебе приходят люди с запросом придумать эскиз, вот прям с нуля, и насколько часто просто приходят люди такие, вот, мне нужно написать вот сюда, вот имя Света. Ну, смотри, как правило, рассказываю секрет. Мастера, которые не хотят делать вашу татуировку, они скажут, что она стоит в два раза дороже. А если человек готов платить, то придётся делать? То, конечно, он сделает. На самом деле... Слушай, а ты не говоришь, извини, что перебил, а ты не говоришь клиентам, что, ну, которые приходят, с очевидно, очень плохой идеей, что, типа, ребят, ну не надо, типа, это же хрень. Ой, это вообще болезненная тема, на самом деле, потому что, знаете, вот, например, вот для одного человека, получать, работать... Ну, опять-таки, это неплохо, но для кого-то идеально, да, и он... Идеальное такое вот окружение создаётся, когда он идёт там на свою работу, в пятёрочку, в М-видео, получает свои 30 тысяч, например, приходит домой, у него там, не знаю, кредит на бытовой технике, и вот он такой, выпьет пиво там, ну или ещё что-то, и такой, о, класс, кайф, вот жизнь, в пятницу бы поскорее, а для кого-то нет, он думает о будущем, он как-то развивается, и в том же ключе люди выбирают татуировки, вот для кого-то, о, хочу цветок, всё, и я хочу цветок, всё, то есть он хочет цветок, и ничего больше он не хочет, ну, это опять-таки, просто пример, человек приходит к тебе, ты ему говоришь то, что у меня на самом деле достаточно невысокие цены по Москве, и я не стремлюсь ломить сейчас цены, потому что я понимаю, что если стремиться к стоимости, ну, к деньгам, то ничего хорошего не получится, то есть я всё-таки таблю за идею, и когда у человека охренительная идея, то я ему и скидку делаю, и всё, и короче, я даже предоставляю возможность там бесплатного эскиза, ну, я в прошлом году стартовал, когда прям плотненько, я предоставлял возможность там бесплатно нарисую, вот, давай там изменим это, то есть максимальный креатив сразу человеку показывал, но этому он не слышит, он не хочет этого, он, он слеп, он вот просто дерево. Ну, получается, что... Зависит от человека. Да, с одной стороны, татуировка на человеке это самовыражение, тату-мастера, а с другой стороны, это самовыражение его внутреннего мира. Ну, это так я... Если ты видишь человека с какой-то очень странной, дурацкой татуировкой, то, скорее всего, ну, возможно, мастер накосячил, но, скорее всего, он просто не очень... Смотрите, когда накосячил мастер, это выпуклые, такие как шрамы, то есть это мастер перепахал, если где-то плотно красилось, то выпал пигмент, он не докрасил, плохо прокрасил, но это еще не факт, потому что, может, при заживлении человек там долбанет руку или еще что-то, да, там у него будет болячка. Ну, и, например, когда идет контур, и под ним, как будто под кожей, идет расплыв, то это поплыв. Вот. Вот эти три параметра, в принципе, показывают о том, что татуха не очень. Ну, и какие-нибудь, не знаю, ровные контура, они стали неровными. Ну, вот. Естественно, еще, если какое-нибудь упоротое изображение, упоротые львы, там, тигры, эти все. Это мой любимый вид с радой, татухи. Мемов, когда набейте мне тигры, там, тигр с лицом какого-то ужаса. Ну, да. Иначе это не назвать. Да, конечно, вот это вот пар таки. Вот. А при остальных условиях татуха, может быть, ублюдский выглядит сама по себе, но, ну, ублюдский выглядит в плане смысла и то, что ты видишь, но, мастеру вопросов нет. Он просто сделал свою работу. Ну, опять же, у тебя не нужно быть вопросов, что ты же человек выбрал. Ну, то есть, может быть, он так и хотел. Кто же знает? Чтобы все сразу издалека могли понять, кто он такой. Ну, слушай, вот это вот, вот эти вот скорпионы безумные поплывшие волки. Ну, вот смотри, просто бывает, вот, был пример такой, что девушка захотела цветочки, скинула мне фотку из интернета, а я что-то, знаешь, как-то у меня и клиентов что-то было не очень плотненько. Я думаю, ну ладно, давай-ка сделаю. Я ей говорю, вот эскиз там будет стоить типа 500 рублей. Она такая, не-не-не, делаем, делаем, вот как я тебе скинула. Я думаю, вот для человека 500 рублей, что это такое? Ну, это кофе и снег. Это просто не деньги. А я ей говорю, то, что давай я тебе сделаю крутые новые цветы, все то же самое, грубо говоря, только цветок будет другим, моим там, да, и там геометрия будет чуть... Да, уникальный, то есть не будет это из интернета, потому что, ребята, запомните, если вы видите, что, если вы находите картинку в интернете, то знаете, что уже тысячи человек ходят с этой картинкой из интернета на своем теле, на своей жопе. Ну и короче, я подумал, что да хрен с тобой, нарисую ей, а если перед сеансом мне не понравится, то мы не будем эти делать цветы. Сделаем ее. Я ей приношу, она такая, вау, делаем типа твои. Я такой, я не стал брать, я не стал брать эти 500 рублей, но я подумал, блин, вот почему же вы такие вот овцы, не именно про даму, а вообще в целом про человека, что вот он как овца, вот это вот слепо идет, как зомби, да, вот у него есть картинка, вот он придерживаться этого плана и все. То есть, конечно, люди неприбиваемые, нужно каждому свой подход иметь. Короче, твой маленький художник плачет. Да, это вот, но это у каждого татуира, который там что-то хочет привнести, но у него. Слушай, тут мы можем плавно на стыке тем подойти к вопросу цена-качество, вот, поскольку это, ну, аля на всю жизнь, понятно, что можно сводить, опять же, об этом мы уже упоминали. Насколько вообще порядок цен, возможно, для людей, которые всегда хотели сделать себе татуировку, насколько стоит смотреть на цену конкретного мастера, насколько нужно выбирать по цене, сколько это вообще стоит, потому что я, честно, хрен знает. Ну, смотрите, если брать конкретного мастера, тут все сложно. Если брать тату-салоны, то они примерно придерживаются каких-то цен, хотя, как часто, часто ко мне приходят, говорят, что в тату-салонах что-то завышают конкретно. Вот, но суть в чем, то, что, например, давайте разберем просто меня, из чего складывается у меня стоимость, а потом просто еще немножко дополним. Вот, допустим, аренда 2000, расходные материалы 1000, дальше уже от опыта мастера он берет по-часовую. Я беру по-часовую, я не считаю время, когда ты ко мне пришел и когда мы с тобой закончили. Я считаю время, когда я уже начал делать тебе татуху. Вот, и, соответственно, за час беру определенную сумму и потом ее в течение года меняю, если расту, и есть какой-то уровень. Вот, в других случаях, например, если татуер очень известный, у которого запись на год вперед, на месяц вперед, то он, естественно, поднимает цену такую, чтобы к нему приходили люди, которые могут это заплатить, и к нему идут такие люди. И это круто. Это, ну, это, знаешь, это есть к чему стремиться, грубо говоря, там в плане цены, все так, ценовой политики. Вот, есть татуеры, которые делают не очень, но они как-то медиа известны, и они берут очень. Да, то есть, по сути, вот ценообразование, вот я считаю то, что татуха, не может стоить, сейчас, вот на 22-й год, вот она не может стоить дешевле 4 тысячи рублей за точку, потому что, это тупо не выгодно. Банально, вот я сейчас, в прошлом году, я начинал, что ты имеешь тут за точку, ну, точку, вот поставить на тебе точку, все, вот одну точку поставить, все, 4000 рублей. Ну, тут, знаешь, я, насколько понял, есть такой нюанс, что лучше выбирать картинку типа среднего размера, типа, вот, от кисти до локтя, вот на это место, типа, которое занимает, там, две трети, да, этого пространства, это в среднем, типа, считается нормальной тувировкой, за которую ты действительно заплатил, ну, как у меня ощущение, 4000 рублей, ты заплатил за что-то, потому что, если ты делаешь что-то маленькое совсем, с тебя все равно возьмут 4000 рублей, потому что, ну, смысл вообще заморачиваться, если... Потому что, к этим, там, к аренде, к расходникам, человек, там, берет в час, у него, там, 3000, да, то есть, получается, он, там, сделает эту татуировку, например, не за час, а за 15 минут, ну, и вот, например, возьмет за эту, за свою именно работу, он возьмет 1000, да, ну, и, как бы, остальное он отдаст за расходы, да, то есть, по сути, сделать точку, там, мастер с этого заработает 1000, вот, что поймите, вот, и вы платите, вы платите за то, что останется с вами на всю жизнь, вот у меня пример, ну, вот, мне просто девушка рассказывает, вот у нее ногти стоят, она делает их раз в 3-4 там недели, 4 тысячи стоят, ногти, которые ты меняешь раз в месяц, да, например, ты отдаешь, понятно, кто-то делает их за полторы тысячи, но если так подумать, то, по сути, татуировка с тобой остается на всю твою жизнь, то есть, ее нельзя сказать, нельзя сказать, что она там через год пропадет, нет, не через год, не через два, не через десятилетиями, она с тобой в могиле будет и переживет тебя, твоя татуировка, поэтому, естественно, на этом ни в коем случае нельзя экономить, если говорить о ценах, то банальный пример, все мы там любим гаджеты, все такое, машины меняем, и телефоны меняем, кроссовки, одежду, вот, например, кроссовки стоят сейчас, New Balance возьмем, да, десятку, минимум, ну, либо на 3 года, дай бог хватит, ну, не баланс сейчас, не качество, хуево, хуево я стал, ну, ладно, ну, короче, кроссы стоят, например, 5 рублей, да, стоит кроссы, и ты с ними ходишь, сезон 2, ну, 3 сезона, а татуировка на всю жизнь, и поэтому ни в коем случае нельзя экономить, поскольку еще, если, татуировщик там работает в стерильных условиях, ты платишь, естественно, за свою безопасность, то, чтобы тебе никто ничем не заразил, и за свое здоровье, прежде всего, прежде всего за здоровье. Я предлагаю сейчас плавно перейти к следующей теме, я думаю, мы еще подробно поговорим про безопасность, а на этом слушаем нашу джингл-отдывку. Хочется немножко затронуть тему безопасности и исправления этого всего. Начнем, наверное, с безопасности, ты уже упомянул про стерильное помещение, что это важно. Как вообще обезопасить себя, как тату-мастер пытается обезопасить своего клиента? Что должно быть учтено? В общем-то, всегда, когда вы приходите к мастеру, обращайте внимание на то, что у него есть и простерилизованные крафт-пакеты, это коричневые такие пакеты, откуда он достает держатели. В смысле, а, держатели? Держатели – это туда, куда вставляется либо картридж с иглами, либо носик для игл. Вот, потому что… Это не сама машинка имеется в виду? Не сама машинка, это вот то, за что мастер держится. Потому что, к сожалению, и в студии, в которой я работаю, и куда я хотел устраиваться на проценты в свое время, в сентябре прошлого года, многие забивают на это хуй, и это так омерзительно, потому что мастер, который меня научил, и девушка, которая была в той студии, они меня прям выдачивали по стерилизации, и когда я вижу какие-то косяки, я всегда об этом говорю, но у всех своя голова на уме, у всех своих разные клиенты, конечно, кого-то там сложно переубедить, но, в общем-то, надо обращать на это внимание, потому что стерилизация… Они одноразовые, получаются эти штучки, или их нужно все одноразовое, кроме держателей, потому что они, они бывают тоже одноразовые, пластиковые, ну, кстати, вот если держатель пластиковый, то он одноразовый, да, ну, в общем-то, да, остальные все, как правило, остальные… А в чем общая опасность держателя, что он должен быть из кратпакета? Потому что, смотри, в держатель вставляется носик, либо картридж, но внутрь все равно, так или иначе, поступательными такими движениями заносится краска и кровь, соответственно, вот, и, естественно, этот держатель должен промываться внутри от всего этого, он должен в ламиноле полежать, потом пройти ультразвуковую ванну, чтобы микро… ну, ультразвуковая ванна, грубо говоря, это такой блендер, ну, не то, что блендер, ну, под воздействием ультразвука, короче, все мелкие частицы, все мелкие частицы, падают вниз, и потом еще, как правило, существуют два вида, это сухожар, либо автоклав, автоклав это как в медицине, но они очень дорого стоят, не у всех такие есть, как правило, я сейчас вижу, что в основном у всех сухожары, вот, и, соответственно, ну, как-то работа, в смысле он прогревается? Да, там температура высоко поднимается, и он, короче, стерилизуется, держатель. Ну, главное, в принципе, аламинол, он убивает микробы все, но, как бы, лучше, знаешь, пройти, как вот в медицине, три стадии. Иголочки, тоже, соответственно. все одноразово, естественно, никакие там, никто их так не стерилизует, да уже так никто и не экономит, в принципе, вот, ну, и, соответственно, это качество, пигмента, краска, который тебе делает татуировку. Да, кстати, по поводу аллергии на краску. Да, бывает. У меня знакомая как-то растолкнулась, что ей забили рукав, и у нее в какой-то момент кожа начала, ну, во-первых, у нее было прям раздражение сильное, и там начала, блин, прям кожа отслаиваться, вот, какая-то такая была история, но вообще это она била у девчонки, которая только училась бить татуировки, и они били у нее на дому, и, собственно, я не знаю, в чем там была конкретно проблема, но она потом все это все перебила, исправила, но она сказала, что у нее была аллергия на краску, вот, бывает ли такое, и как это вообще понять, узнать? аллергия на краску бывает, просто нужно, ну, всегда татуировщик спрашивает, есть ли аллергия. на что-либо? на что-либо вообще просто, если у человека нет аллергии, то вероятность того, что, конечно, она у него будет на краску, тоже маловато, но тоже может быть, вот, конечно, это никак не проверишь, но, можно проверить перед, если человек с аллергией, то можно проверить, капнув краской на кожу, на какие-нибудь нежные места, то, если мощная аллергия, то будет сразу же раздражение, там, в течение, не знаю, час, наверное, уж точно, вот, и в целом, как бы, считается, что самый гипоаллергенный пигмент, это черный, а все остальные уже, конечно, с примесями различными, как и, собственно, художественные краски, вот, и, соответственно, кто-то экономит на краске, кто-то там ее с Алиэкспресса заказывает, потому что она там стоит 3 копейки, кто-то иглы с Алиэкспресса заказывает, потому что они стоят 3 копейки, но тут уже, как бы, каждый сам на себя решает, а какие краски должны быть хорошие, они должны быть натуральные, или из чего, вообще, натуральную, ничего, конечно, такого нету, просто, они проходят стандарты, американские краски, европейские, ну, бренды сейчас не будут, да, переносить, и у нас русские тоже хорошие бренды есть, и японские, там, и все, просто вот есть подделки, да, как и во всем, да, подделка, в алкоголе подделка, в краске подделка, все то же самое. Ну, по сути, самый лучший способ, это спросить у мастера заранее, как будет краска, и потом я загуглить, ну, если ее, да, загуглить, в принципе, то можно, потому что, как правило, краска, которая вся, там, не знаю, с Алиэкспрессу, то, наверное, она какая-то без лейблов, без лейблов, каких-то там опознавателей, вот. Слушай, а как там вообще, сложно ли определять оттенки? Бывает ли так, что человек приходит и говорит, что мне нужен какой-то конкретный цвет, или это всегда плюс-минус, то есть вы определяетесь с эскизом, вы решаете, ну, и, соответственно, закупаешь краски под те цвета, которые, которые необходимы? Ну, смотри, я работаю в черно-белом цвете, плюс красном, и сейчас добавляю палитру, ну, хочу еще какие-то цвета добавить все-таки, вот, в целом, мастера, которые работают с красками, цветные там всякие, красивые картиночки, New School, все дела там, то у них просто арсенал своих красок, он ими бьет, но если для какого-то проекта им нужен цвет, то он его докупает, и все. А дальше, по сути, как бы клиент не особо-то там выбирает оттенки, если говорить о татуировках, которые нормально круто бьют, то там клиент такой, все, братан, я тебе доверяю, давай, выбирай цвет, какой хочешь вообще. Ну, блин, кстати, забавно, но вот сколько я общался с людьми, которые либо как-то связаны с этим делом, либо сами имеют татуировки, мне кажется, люди делятся ровно на два типа, первые, видимо, которые только начинающие, или просто, ну, мне кажется, что я тоже к ним отношусь, кто прям заморачивается, долго думает, что выбирает, и вторые, которые такие, да, вообще пофиг, я видел чувака, который говорил, что просто я пришел к своему мастеру, и он такой, братан, давайте я набью, он такой, что, он такой, да, что хочешь, губку Боба набей, и все, типа просто, губку Бобу, и... пара вот этих типов, которые для кого-то это прям все сокроведно, очень важные детали, а для кого-то вообще это не имеет никакого значения. Ну вот, и если вернуться к стерильности, давай сейчас все-таки, а не прокраски, чтобы закончили уже с этим, то, естественно, мастер должен менять перчатки, как минимум, ну, раза 3-4 во время сеанса, но, грубо говоря, он должен собрать рабочее место в одних перчатках, подготовить этот весь, все, что ему нужно для работы в одних перчатках, и уже работать в совершенно других перчатках с кожей, вот, и если у мастера что-то упало, то он не должен этими перчатками доставать, это, если он там пошел, открыл кому-то дверь, то тоже он должен снять эти перчатки, потом поменять, грубо говоря, за этим надо слить, потому что он может доказаться до чего угодно, но есть случаи, что я пришел в студию, и ученица, там, моего хозяина студии, делала татуху, и во время сеанса она такая, а с чем это у тебя электронная сигарета, взяла этими перчатками дудку эту, покурила, и такая вернула ему, я, ну, Ways сказал, там, на другую саму, он сказал то, что, ну, блин, посмотрю, ну, вот он ее так обучал, понимаешь? Окей, постоянно все менять, постоянно все стерильно, хотелось еще по поводу исправления поговорить, насколько вообще сложно это сводить, насколько это, я слышал, что это даже более болезненный, тяжелый, долгосрочный процесс. Ну, как правило, все мы платим за свои ошибки дважды, скупой платит дважды, то же самое и здесь, лазерное удаление достаточно дорого стоит, потому что есть лазеры, которые не очень крутые, подешевле, я на таком удалял, раза три, наверное, удалял татуировку, ну, это было три сеанса, понимаешь, то есть я ее до конца и не удалил, у нас лазер был за 200 тысяч, по сути, да, он разрушал пигмент, но это, человеку нужно очень долго ходить, вот, в Москве есть пару крутых лазеров, которые стоят там по 15 мультов, и, соответственно, 15 мультов надо как-то отбивать, соответственно, цена дорогая, крайне высокая, вот, проще чем-то перекрыть, придумать какой-нибудь проект, и это как-то привести в более-менее приличный вид татуху, слушай, насколько часто люди приходят, просят тебя что-то перекрыть, перебить поверх, но с рекламой достаточно часто пишут, в целом всегда ко мне приходят чистенькие, но, просто люди, ну, как раз таки, вот, которые совершают эти ошибки, под перекрытием, ну, в целом, как бы, по ним сразу видно, что они, как бы, за это время не особо-то и развились, и, соответственно, они хотят перекрыть черное, светлым, а это невозможно, да, и они выбирают такие работы на перекрытие, которые, извините меня, но пас контура пробивались, жирнейший, там, не знаю, не пойми какой краской, и вы хотите офигенного в реализме, там, льва, да, ну, соответственно, это невозможно сделать, ему об этом говорить, что, вот, подходящие будет, там, какие-то, там, стили, показываешь ему картинки, но, ему это уже не важно, вот, и опять-таки, понимаете, этот человек, 15 лет назад, 10 лет назад, сэкономил на татуировке, и он приходит, и он хочет опять-таки, сэкономить, сэкономить, понимаете, и он хочет охереть, какого в реализме, там, от крутого татуира присылает картинку, ты сможешь так сделать, я для прикола говорю ему, например, да, но я даже такой, и притрагиваться к такому не буду, но просто мне интересно, да, вот, что человек думает, и как вот, и вот он там, хочет этого пиздатого льва, в реализме, с короной, ну, за 5000 рублей, конечно, это даже вообще невозможно не сделать, и он хочет это дешево. Ты упомянул по поводу лазерного удаления, от этого получается отдельно как-то учился, то есть, мне почему-то казалось, что люди, которые бьют татуировки, они не обязательно сами еще удаляют татуировки, я так понимаю, ты их себе это совмещаешь, и почему-то этим тоже решил заниматься. И я этим в целом попробовал заниматься, сейчас у меня лазера нет, я не удаляю лазер, но для того, чтобы сводить татуировки, особого навыка и не нужно. Грубо говоря, ты на определенном расстоянии стреляешь из пистолета, он выглядит как фен, у тебя ЛЦУ, красная точка, и ты просто ведешь по контуру, соответственно, на расстоянии там 15-10 сантиметров от татуировки. Но лазеры бывают разные, бывают где там в упоре. И просто ты как будто поверх рисунка проходишься пистолетиком, и она удаляется с истечением нескольких сеансов. Ну, как правило, еще народ, он скупой, и он хочет результат сразу, а результата сразу не бывает, даже от суперкрутого лазера, потому что самые первые 2-3 сеанса, они как бы разрушают его, но... А как это механически происходит? У тебя получается разрушается пигмент, выжигается кожа, или как это, не стоит ли шрамов? Пигмент находится в дерме, и лазер, он проходит через верхние слои, видит черную точку, лазер бывает и на цветные, но в целом он как бы видит этот пигмент, и его как бы разрушает. Этот пигмент разрушается на маленькие частицы, и маленькие частицы расходятся по организму, по сути. Почему, например, при заживлении бывает татуировка, если плохо зажила, то куда-то делался цвет, а вот как раз-таки наш организм, у которого он и всасывает этот пигмент. То есть у некоторых, у кого очень крутой иммунитет, по сути, даже, может быть, это будет и проблема. Слушай, раз уж мы заговорили про кожу, меня всегда интересовал один вопрос, я тут вдруг его вспомнил. Смотри, если, например, ты сделал себе татуировки на коленях, а потом катался на роликах, упал и содрал себе все колени просто в мясо. Это прям про меня, потому что я сделал свои первые татуировки в 19-м году, начал я с колен. И второе колено я делал через неделю, то есть я сделал два колена за две недели. Поехал на велосипеде, у меня хорошее настроение, и я на велосипеде ебнулся. Ебнулся так, что сломал даже руку. Но первое, что я встал, и увидел, что из демона на моем колене льется кровь. Я такой, елки-палки, свежая татуха, как же так? Ну и по итогу, короче, хоть и у меня прям достаточно плотненько так разодралась нога, как бы видно, что выпал пигмент, я думал подправить, а потом понял, что нет, это вот будет на память. Да, это будет фишка. То есть в целом она сохраняется. В целом, да, вот после даже такого жесткого потемления у меня видно четкий силуэт, просто он чуть побледнее, возможно. Еще одна тайна открыта. Да. Так, в общем, вывод на самом деле из этой темы, что стоит тщательнее присматриваться к человеку, к которому ты приходишь бить татуировку, следить за тем, как он что делает, меняет ли он перчатки. Если он роняет машинку, и у него выпадают иголки из кармана, и он после этого не стоит вам бить, лучше вы уйдите оттуда, и не стоит подвергать свой организм такой опасности. Ну и, конечно, подытожить, 50% хорошей татуировки зависит от мастера и 50% от вас, как вы будете за ней ухаживать. Ну что я, конечно, сейчас так сказал, что это, знаешь, да, там, что... Вредный совет, да, вредный совет, ну и просто я такой уже на опыте, как бы я все знаю, чувствую, когда мне надо помазать, когда нет, ну, ухаживать надо будет по рекомендации мастера, вот так скажем. Да. Как отличие у врача? Вернулись, у вас по факту рана, в которой куча краски, нужно за этим последить, чтобы не было никаких проблем. И потом не приходить на коррекцию. Да, да. А на этом мы поедем дальше. Вот такой у нас получился 81 выпуск подкаста «Крысиное товарищество». С вами, как обычно, были Леша и Дамира. Сегодня у нас в гостях был Кирилл... Кирилл Экс Машин. Кирилл Экс Машин. Я хотел сказать, ты меня опередил, и у нас классический вопрос. Как это было? Это было так, как ты себе это представлял? Какие ощущения, что-то прямо сейчас чувствуешь? Вдохнул полной грудью воздух. Чтобы сказать, что мне очень понравилось. Смотрю я в отражении стекло свое. Ну вот, мне понравилось. В целом, как бы нормально разошелся. Хочется о многом еще досказать, что-то раскрыть. Это всегда так. Да, на самом деле, очень много, что есть сказать. Ну вот, ответвление всего. Вот вы позитивные парнишки. В общем, с вами не так плотно знаком, но тем не менее, вообще нашли сразу коннект. Вот. Поэтому записывайтесь на татухи и слушайте подкасты. На этом будем прощаться. Услышимся с вами, как обычно, через неделю. Не забывайте подписываться на наши соцсети и слушать нас, где вообще вам удобно. Телеграм-канал, Яндекс.Музыка, Apple подкасты и так далее, и тому подобное. С вами были Лысый парень, и парень футболки крысейное товарищество и Кирилл Килл Экс Машин. Еее. Дамир. Да? Что случилось? Ты не попрощался. Я только что понял, что мы записали закрывашку, а ты не сказал всем пока-пока. Уважаемые слушатели, всем хорошей недели и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok